В зале виртуального филиала Русского музея из освещения только торшер и свет от экрана, где через каждую минуту сменяются творения великих художников. Демонстрацию картин эпохи барокко сопровождают произведения, написанные известными композиторами в 17-18 веках. Произведения Вивальди, Вайса, Баха и других мировых музыкантов оказались незнакомы гостю из Индии. Ее по призванию господин Гуруджи впервые сегодня познакомился с классикой и был в восторге от игры солистов Сочинской камерной филармонии. Пришел в музей посмотреть на картины и был приятно удивлен, услышав чудесную музыку, исходящую из этого зала. Это замечательно. Я не знаю, чье это произведение, но у меня возникают хорошие чувства, когда я ее слышу. Я очень рад. Такие культурно-исторические музыкальные пленеры в Сочинском музее будут еще не раз. Этот проект можно назвать просветительским и образовательным, и рассчитан он на массового слушателя. Это второе мероприятие подобного формата. Предыдущее было месяц назад. Мы планируем каждый месяц делать такие концерты. Это синтез искусств. Поскольку он у нас проходит в стенах нашего музея, музея изобретательных искусств, у нас здесь и музыка соседствует с живописью. Каждый раз это своя тема. Кстати, не только Сочинский художественный музей будет собирать любителей искусства в такой уютной и расслабляющей обстановке. Подобные проекты есть в Литературно-мемориальном музее имени Островского и в Музее истории города. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.